Акцент на инфраструктурные проекты. Первые итоги работы Департамента природных ресурсов, экологии и ЭПК на пресс-конференции подвел руководитель ведомства Олег Белак. В этом году началось строительство фермы на 200 голов Коткина, возводятся производственные помещения в поселке Красное, готова проектно-сметная документация на строительство телятника в Тельвиске. При поддержке округа новые объекты появляются в оленеводческих хозяйствах. Важным направлением в работе Департамента стала рыбодобыча. Рост крестьянско-фермерских хозяйств в сфере рыболовства отмечен в этом году в регионе. Это стало следствием работы профильного департамента по легализации рыбодобычи. Одно из последних принятых нововведений – разрешение рыбакам изнеси, ловить и продавать рыбу. Решение по этой проблеме предложили председатели колхоза в Северный полюс и Заполярье во время встречи Олега Белака с населением. Они просто предложили людям, скажем так, на период зимы заключать с ними договор и осуществлять легальный лов на тех участках, которые есть у СПК. То есть это то решение, которое там было принято. Много там говорилось сначала о трудностях, а потом сами председатели такое решение предложили и оно устроило всех. Также рыбаков интересовал вопрос по вылову семги. Ответ был однозначным – вылов ценной породы запрещен, как и в Нарейнмаре. Но в столице есть два участка для спортивного и любительского вылова, а на западе округа – нет. Сегодня в департаменте ведется работа по формированию таких участков. Прежде чем определить их, необходимо выяснить, сколько рыбы водится в округе. Для этого сотрудники Полярного института научных исследований обследуют водоемы региона. В этом году департамент начал большую работу по очистке береговой линии Печоры. Только на участке Нарейнмар-искателей обнаружено порядка сотни заброшенных плавсредств. Как оказалось, убрать накопленный десятилетиями габаритный мусор не так просто. Здесь вопрос надо рассматривать. Он рассматривается с нескольких сторон. Я имею в виду с правовой стороны даже. Есть бесхозные суда, есть суда, которые имеют хозяина, зарегистрированные в регистре. А есть то, что называется останки, назовем так, каких-либо плавоплавательных средств. То есть, либо кусок боржи или кусок судна, по которому нельзя ни идентифицировать, ни установить принадлежность. В бюджете 2017 года заложены средства на утилизацию. Если средства удастся утвердить, то первый и важный шаг в очистке берегов Печоры будет сделан. Также департамент работает с обращениями граждан по несанкционированным свалкам. За летний период было ликвидировано несколько десятков мест сброса мусора. Что касается сельского хозяйства, то приоритеты здесь не изменились – оленеводство и молочное животноводство. В 2016 году начато строительство фермы на 200 голов Коткина. Возводятся производственные помещения в посёлке Красное. Готова проектно-сметная документация на строительство телятника в Тельвиске. В течение двух лет у нас была очень большая ставка субсидий, то есть 100 рублей на литр молока. И понадобилось, в принципе, полтора года для того, чтобы людей сподвигнуть, чтобы они поверили и занялись этим проектом. Для нас самое главное – это создать условия понятные, прозрачные, чтобы мы были, скажем так, прогнозируемы в своих действиях теми методами бюджетного регулирования, которые у нас есть. Обновляют производственные мощности и в оленеводческих хозяйствах. Так, СПК «Рассвет Севера» приобрело новый мобильный убойный пункт. Завершается строительство убойного комплекса в СПК «Ижемский оленевод» в районе реки Шапкина. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».